Утро ТВ Доброе утро. Олег Александрович, поздравляем с выходом в финал конкурса ТВ Регион. Когда он сам будет проходить? Сам финал в конце ноября в городе Казань. Будем нажимать кулачки, надеяться, что нас отметят. Тем более, результат в целом по Свердловским телекомпаниям ошеломительный, поскольку 7 номинантов в 5 номинациях из 4 телекомпаний. Я думаю, ни один город страны таким не может, уровнем в целом, качество производства телевидения похвастаться. Ну давайте все-таки к фильму, который был выдан в финал. Это о Илье Кормильце, поэт, автор песен знаменитых, очень известных, любимых песен о Наутеусе Помпилиусе. И не только, для многих групп он писал. Много историй вошло в фильм, но какие-то остались за кадром. Жалеете о чем-нибудь? Или все удалось включить? Не, ну принципиально вещи вошли, конечно, все. И материала исходного было очень много, там, порядка трех часов, да, четырех даже. Не, вру, восемь часов было исходников. Это восемь часов интервью. Совершенно замечательные люди, да, то есть это и звезды рок-н-ролла, и наши земляки, режиссеры Владимир Хатиненко и Алексей Балабанов, которые тоже как-то были приобщены к рок-культуре. Вот. И, конечно, ну, вошло все самое ценное, самое интересное, и что-то осталось за кадром. Ну, вот сейчас люди расшифруют, хотят книжку вроде издать так. Олег Александрович, а ваше самое яркое воспоминание о Илье Кормильце? Это, кстати, у нас на экране идут фотографии из фильма? Да, да, это кадры из фильма, и Илья, он весь был яркий. Это уникальный человек, да, я уже вот говорил, по-моему, где-то, что... Да, мне повезло, я общался с гением, да, но я общался с ним как с простым человеком, как товарищ с товарищем, я был у него дома, он был у меня дома. И он каждую секунду, это вот, что такое гений? Это человек, который выпадающий, да, изначально, из общепринятых представлений о том, что такое нормальное поведение, нормальное мышление. Именно поэтому, наверное, он как поэт состоялся, да, что он не воспринимал мир как данность, он его воспринимал по-своему, и он об этом говорил, да, в форме стихов, в форме, там, книг своих чуть позже. Но даже больше, наверное, он трансформировал его, и действительно, на его поэзии воспитывались люди, которые потом изменяли этот мир. Ну, это нельзя сказать. Я бы не проводил прямую линию, да, что там поэзия или песня, или спектакль, или фильм меняет мир, да, но вот совокупность произведений, да, в какое-то продолжительное время, конечно, они как-то настраивают человека, да, конечно, человек, меняется настроение, восприятие жизни, восприятие окружающего, это бесспорно. Ну, это все документальные фильмы. До «Зря ты новых песен» был еще фильм «Зарок», да, это про… Да, но это диалогия, пока диалогия. Надеюсь, будет трилогия. Ну, это документальные фильмы, но там же много таких ярких сюжетов достаточно, может быть, уже пора художественный какой-нибудь снять? Или сериал, например. Да, ради бога. Есть, кстати, даже неплохое насыщение в Горинбургском сценарии, но «Ежи» ждется, так скажем, часа, наверное. Но поймите, что документальное кино, оно проще, да, вот у нас двое человек, я и Саша Рожков, мы сделали там полный метр, полтора часа. А игровое кино – это очень дорого, это очень-очень дорого, и тут, наверное, первая причина – это отсутствие финансирования. Государство почему-то вот пока что, ну, наверное, не стремится поддерживать такие проекты. Мы будем надеяться на то, что государство будет поддерживать такие проекты, и, может быть, победа, будущее, на которое мы надеемся, на ТЭФИ «Регион-2012», она этому как-то поспособствует. Ну, вот мы вас поздравили, да, Надежда Горинбург, теперь вы нас, пожалуйста, поздравьте. Я вам спросила, я же не смотрела ваших фильмов, где можно его посмотреть, фильм? Ну, легче всего в Ютубе прямо, надо брать в поиски «Зря ты новых песен». И сейчас прямо вот уже буквально вот сегодня с утра уже можно посмотреть. Да, он давно уже там лежит, почти год. В хорошем качестве HD-формат, то есть для интернета очень хорошая качество. Ну, и все-таки можно я напрошу? Вот теперь, да, давай. Олег Александрович, ну, как мы? Как мы вам? Ну, вы растете, это хорошо, да? То есть, ну, вот довелось, так скажем, наблюдать с первых шагов, потом и первое падение, первые ползки на четвереньках. Сейчас я могу сказать, что «Утро ТВ» так вот стоит плотненько на ножках, на своих веселых подпрыгивая, там. Ну, вам нравится. Разбудится их? Да будет, будет, конечно. Ну, спасибо огромное. Олег Александрович Ракович, генеральный продюсер телеканала ОТВ, режиссер, документалист был у нас сегодня в студии. Ну, и сейчас тоже мы поговорим о фильмах, о новинках DVD. Расскажет наш следующий сюжет.